Я чувствую гордость за ребят, за болельщиков, за руководство, за губернатора. То, что все задачи, которые были поставлены в начале сезона, Миран Директор говорил, что будем бороться за то, чтобы остаться. Мы остались, поэтому путь был долгий, трудный, но мы его выполнили. Можно? Пожалуйста. Елена Рузанова, агентство ТАСС, скажите, а насколько сложными были игра в стыковых матчах Сенесея? Она была сложная или это было легко? Вообще легко. Вы вопрос задаете, это или сложно, или легко. Ну, как я могу на ваш вопрос? Конечно, он сложный. Любая ошибка, любое стечение, даже сегодня, после первой игры, она играет большую роль. Поэтому была напряженность. Цена ошибки очень дорогого стоила. Мы выдержали, если сказать, в общем, две игры. В первой игре мы были очень хорошо организованы, соперник ничего не дали. Во втором, конечно, уже соперник нечего было терять, поэтому они пытались создавать моменты, но, опять же, мы забили, как вы видите, три мяча, соперник ноль, поэтому мы закономерно выиграли. Я уточню, почему такой вопрос был. Потому что мне показалось, что игра, в основном, была у ворот противника. То есть, у тех ворот было, по-моему, очень мало. У меня уже не первая такая баталия, поэтому я вам скажу, что даже Федян, может быть, с крупным счетом, все равно там на лавке ты нервничаешь, переживаешь, а на поле-то, ребята, тем более. Поэтому, наверное, много говорить не надо, но, наоборот, порадоваться, потому что в такой ситуации Факев первый раз оказался, он вышел напрямую из Фанейла без стыков и тут сыграл в стыках. И, в принципе, второй сезон будет представлять команду в Пример-Лейне. Скажите, последний вопрос у меня. Скажите, а какие задачи стоят перед командой на следующий сезон? Или рано еще говорить? Только что же сказали. Давайте о сегодняшней игре. Все, понял. Спасибо. Владимир Владимирович, здравствуйте. С победой вас. Травмы по ходу матча ни у кого из футболистов не было. То есть, была очень жесткая игра, много стыков, и никто не уезжал с там на лавке. Ну, футбол, она же контактная игра, поэтому от жесткости как таково, что в первой, что во второй игре не было. Просто где-то игрок или не успевал, или наоборот кто-то успевал, и получилось такие единоборства. Но никакой грубости, что одна, что вторая игра, ее не было. Ну, то есть, ничего серьезного, слава богу, боистов факелов после игры, докторам работали. У нас последняя игра была, да, поэтому все накопилось, как у нас, так у соперников, поэтому дай бог, чтобы ни у кого не было травм. Сейчас пауза будет очень маленькая, поэтому готовить к ФНЛ, или к премьер-лиге все равно пауза маленькая. Олег, пожалуйста. Журнал «База». Скажите, вот из-за специфичности двух игр вот этих, что одна была там на газоне, это в искусственном, был какой-то план специальный, что там мы как бы по минимуму делаем, а здесь уже добиваем. То есть, вот такое, ну, была же специфичность в этом, что, как один болезнь сказал, играли в комнате. Очень много на эту тему я говорил, и все говорят, если есть регламент, да, вы приняли такой, какая разница, где играть. Нет, я имею в виду план на игру. План на игру, он всегда есть план на игру, но мы же не планировали заранее, мы планировали то, что мы не будем играть в стык. Это футбол, так сложилось, а играть, ну, оказалось, что нам ехать в Красноярск, мы поехали. Тут надо не говорить о том, о плохом, а, наверное, говорить о том, что приняли регламент, мы поехали, мы сыграли. Не надо никуда там грязь выносить. То есть, если бы изначально не было, сказали бы, нельзя там, то это другой вопрос. Мы подчиненные, поэтому досталось, что досталось, ну, мы попытались сыграть. Еще можно вопрос? Пожалуйста. Вы уже успели посмотреть молодых ребят, там, факел М, то есть, кого-то приглядеть на будущее или еще какая-то? Вопросы вот есть еще? Давайте вот, факел сегодня остался в премьер-лиге. Сегодня факел остался в премьер-лиге. Месяц назад, полтора месяца назад я сюда пришел, задача остаться в премьер-лиге. Мы остались, давайте радоваться. Горожане, пресса, давайте радоваться. То, что вы задаете, вы правильные вещи задаете. И мы будем смотреть. И мы уже с нами тренировался, игрок. Игрок тренировался, который уехал в Бразилию, сейчас играл за сбору. Мы смотрим и будем себя привлекать. Ну, давайте все это последовательно. Дайте одну задачу решить, которую мы решили. И мы будем постепенно задачи эти решать. А все вместе, в одно, как бы. Вы хотите... Я уже посидел, вот, и третья игра сегодня, стыки. Третья, я уже седой, уже лет 10. Вы хотите, чтобы я еще полысел? Все, спасибо. Всех с победы.